День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается, продолжается утро на Болткоме. Продолжается. Продолжается локдаун. Ну и локдаун тоже, да. Ну и вот как раз таки о локдауне, о том, какая помощь будет на поддержку предпринимателей и субсидий в условиях кризиса. И выделяется 152 миллиона евро. Вот так свидетельствует информация Минэкономики, например, подготовленная к заседанию правительства. Но поддержка будет оказываться не всем и не во всех отраслях. Вот кому что полагается и вообще как... Есть ли ясность, кому что полагается и того, что полагается, на что будет хватать, на что достаточно? Обо всем об этом с Айгаром Ростовским, с самопрезидентом торгово-промышленной палаты. Айгар с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Эксперин Ростовский, с какими настроениями вы и члены палаты встретили новость об объявлении локдауна? Конечно, настроение, я думаю, в целом не очень-то, мягко говоря, приятное, потому что мы все время говорили, что надо принимать такие решения уже с начала весны и лета, что ясно, что осень будет приближаться сложная, что надо принимать такие решения, что в эту ситуацию мы не пришли. Но, к сожалению, дождались до последнего, и вот мы в каком-то определенном локдауне. Потому что мы все время говорили, что надо принимать такие решения, которые были бы такие строгие, но такие вовлекающие. И то, что мы видим, что в принципе лето было со стороны государства вообще отпущено. Я тут не буду говорить о всех нюансах. Мы, конечно, все время как торгово-промышленная палата поддерживали объем вакцинации и тому подобное. Но то, что мы видим на данный момент и по статистике, что группы, студенты и тому подобное вакцинируются довольно-таки хорошо и объем большой. Но в больницах в основном, конечно, есть люди помоложе, но в основном там наши сеньоры и тому подобное. Так что тут много можно решать. Сейчас самое сложное для бизнеса понять, вообще адаптироваться, потому что я даже сейчас с вами разговариваю, я тоже не могу ответить на все вопросы, потому что параллельно проходят, скажем так, группы заседаний, где решаются об разных ограничениях, и параллельно проходят заседания, где решаются вопросы о поддержке. И у нас тоже этот капацитет организации не такой, что мы можем, не знаю, все анализировать и передавать нашим членам. Так что тут мы можем только вот об основных таких нюансах говорить, об основных таких направлениях. А к слову сказать, вас и членов организации, палаты, привлекали к разработке вот этих новых ограничений? Советовались ли с вами или вы активное участие принимали? Ну да, наши представители, там в основном, конечно, участвуют правления, участвуем там в так называемой ОВГ, и в этих заседаниях кабинета министров, ну в тех заседаниях, которые не закрыты. Но надо понять, что и в этой группе ОВГ, и в кабинете министров, ну в кабинете министров мы вообще как можем высказаться, ну в решении принимает и дискутирует министр, да, это одно, а в ОВГ мы там как предприниматели в меньшинстве, чисто по объему тоже, да, так что тут ясно надо понимать, что ответственность за все эти решения, это ответственность правительства, да, и, ну, тех, которые там им давали советы, да, так что, ну, это так. Мы уже, ну, сначала вообще-то в этого ковид-кризиса мы с разными приложениями шли, потом у нас есть так называемая пятерка организаций, это торгово-промышленная палата, союз работодателей, профсоюзы, Академии наук и пошел, либо, сам я, либо, да, мы тоже три раза где-то шли к меру, давали ему наши предложения и тому подобное, так что, ну, не очень-то много оттуда бралось, так что я тут разговариваю с мамой, говорю ясно, что, ну, вся ответственность за все решения, за весь этот цикл, это вопрос правительства, так что, так что так. Согласно принятым решениям, по крайней мере, до 15 ноября, закрыто, по большому счету, все, кроме магазинов первой необходимости, это, конечно же, удар и по потребителям, и по предпринимателям, а какие меры поддержки на эти неполные 4 недели будут введены, насколько они достаточны? Ну, значит, еще раз повторяю, в нашей позиции все время была такая, чтобы давать всем работать, ну, соблюдая все предосторожности, сейчас, как бы, это два направления, в тех бизнес-средах, ну, где там, скажем, производство и тому подобное, сейчас мы там выглавливаем, и тут у нас тоже есть чат, где задаются вопросы, и как вообще сделать, чтобы регулировка была такая, чтобы реально могли работники попасть на работу, чтобы производство могли работать, чтобы там не было задержка, это одно направление, второе направление, что ясно, центральная наша позиция была такова, что в тех, значит, ну, в тех бизнесах, где есть ограничения или запрет, ну, это должно компенсироваться, да, а там уже, следующий уровень вопроса, уже это, ну, сама техника компенсации, там, объемы, там, какие-то, ну, нюансы, да, так что это параллельный процесс, да, и это, как бы, наше правление, и те, которые, ну, администрации, во всех этих группах участвуют, да, и мы вот, параллельно у нас идет и в Совете Торгово-Промышленной Палаты, и в других там чатах, дискуссиях, где, ну, наши члены дают какие-то, ну, нюансы или какие-то вопросы непонятные, и мы стараемся вот это, это переводить и политикам, и чиновникам, ну, одно дело, то, что, вот, как раз сегодня утром у нас, тут я, я читаю наш чат, там, есть такое предложение, чтобы, ну, скажем так, что мы спрашиваем, чтобы государственно отвели такой, какой-то, ну, такой, go, 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 где есть, можно задавать вопросы, чтобы они отвечали, потому что, то, что мы видим, задавая такие вопросы, часто ответов точных нет, да, и получается, что предприниматель, ну, остается в такой ситуации, что он, как бы, точный ответ не может получить, да, и он, конечно, действует, как он может лучше всего действовать, насколько это соответствует, там, всем законам, так что я тоже тут разговариваю с вами, я прошу представителей, там, не знаю, госслужб, там, и полиции, и все такое, быть, ну, ну, так, адекватными, да, потому что предприниматели не собираются, какие-то там законы не, ну, не я верю, ну, просто ситуация такая, что очень сложно вот в всем этом, в таком темпе разобраться, да. А как вы оцениваете, ну, вот появилась информация, что поддержка будет, полагается только тем работникам, самозанятым, у которых есть хотя бы первая доза вакцины от COVID-19, вот эта ситуация, что не всем. Да, тут вопрос, конечно, сложный, и в целом, я скажу так, у нас были дискуссии в Совете Торгово-Промышленной палаты, да, в основном такая основная позиция, что надо максимально делать все, что, чтобы, ну, как бы вакцинации объем поднялся, ну, у нас есть отрасли, которые объективно говорили, что просто, ну, есть, ну, работники, которые, ну, да, у них такой, ну, подход и мнение, что они там не хотят или вакцинироваться, и просто, ну, с другой стороны, есть, ну, нехватка работников, и не можно в таком темпе, как бы, ну, все это проделать, да, в целом ясно, что, ну, палата, и мы проводили тоже, опять-таки, опрос наших членов, по моей просьбе, если, скажем, летом было где-то, ну, по, насчет добровольной такой вакцинации, где-то было 50 на 50, сейчас уже где-то две трети членов считают, что, ну, как бы, надо, надо, ну, как бы, эту вакцинацию продвигать более, более, как бы, так активно, ну, так, и чтобы у предпринимателей были инструменты, да, ну, мы уже, тоже, это такой один нюанс, который мы говорим уже с самого начала этого кризиса, что надо давать максимально, ну, мешать, решать ситуации на местах, потому что, если там, ну, скажем так, там, в кабинете министров и у ОВГ там принимаются решения, то они не могут, ну, как бы, принять решение, ну, они могут принимать решения, ну, поймите, настолько нюансов у разных предприятий, кто-то что-то производит, кто-то что-то продает, кто-то там в офисе, кто-то там в регионе, у кого-то там, ну, ситуации, ну, сколько предприятий, столько ситуаций, да, и то, что мы говорили, что никто из предпринимателей не заинтересован, чтобы этот, ну, ковид-взрыв был у них на местах, да, так что все предприниматели стараются быть очень ответственными, но нам, им надо дать эту возможность самим на местах максимально решать, ну, эти ситуации, самим максимально давать возможность разговаривать с своими работниками, там, об обоксимации и всем таком, ну, чтобы, как бы, и бизнес шел вперед, и максимально, чтобы была это, ну, дрожь, да, безопасность. Да. А в то же время, вот, легко ли разобраться, в каких отраслях будет оказываться, каким отраслям будет оказываться поддержка, потому что, опять-таки, есть информация, что поддержка не будет оказываться в отраслях сельского хозяйства, лесного, рыбного, добывающей промышленности, там идет разработка карьеров, издательское дело, компьютерное программирование, то есть, как вот здесь, не возникли ли путаницы, кому положены деньги, кому нет, кто может рассчитывать на поддержку, кто нет? К сожалению, я скажу, что путаница возникнет и уже возникает, ну, как я понимаю, да, это было бы рационально, то, что я говорю, что те предприятия, которые, ну, как бы могут, в принципе, работать, ну, скажем, если производство работает, если, соблюдая все безопасность, все-таки работник может попасть на работу, он там может производить, и, ну, дай бог, он экспортирует, так что, ну, в принципе, такие, такого рода предприятия могут работать, да, у них там определенные сложности, но, в принципе, они могут бизнес-процесс сделать, и, как бы, ну, я надеюсь, не будет там убытки, да, но ясно, что отрасли, типа, общепит, торговля, услуги, ну, там просто запрет, ну, скажем, ясно, что если в ресторан не можно зайти посидеть, да, можно взять и тут что-то с собой, ну, ясно, там будет, ну, падение, самого оборота, также магазин, ну, ясно, что, ну, как бы, есть запреты, запреты, я уже вот тут, я не буду называть, у нас тоже члены, ну, там, оборот упал на 40%, скажем, там, не буду называть сеть магазинов, 40%, это ясно, что это из-за этих, ограничений, да, и, конечно, таким, если мы говорим о каких-то услугах, которые там делают мероприятия, там просто все закрыто, да, ясно, там нет вариантов, да, то, что мы и говорили, ну, тем, которым из-за этого регулировки, ну, уменьшается возможность, ну, работать с клиентами, им надо, им надо помогать, тут нет вариантов, есть, есть такой закон или решение, то надо быть и симметричной помощью. Вы обозначили несколько сфер, это, конечно же, общепит, это розничная торговля, это производство, они, видимо, получат сейчас максимальный удар из-за новых введенных ограничений, даже в течение этого неполного месяца, этот отрицательный результат, они почувствуют на себе, да и мы почувствуем на себе, скажите, пожалуйста, я напомню, мы беседуем с Айгерсом Ростовским, с президентом торгово-промышленной палаты, стоит ли ждать, ну, понятно, волна банкротств, туда иммиграция, туда, куда, туда, где, в общем-то, жить стало легче, жить стало веселее в прямом смысле, где нет такого жесткого локдауна, стоит ли нам ожидать волну, отток рабочей силы за рубеж? Ну, я отвечу таким образом, что во времена кризиса вылезают все, ну, как в латышке говорится, АЖКС, но это все проблемы, которые, в принципе, так и есть в обществе, да, и, конечно, если мы 30 лет совершаем независимость, и просто этот разрыв между обществом и правительством, эту недоверчивость и эту арроганцию, да, ну, только повышали, да, то в мирное время это еще как-то, ну, как-то можно было, ну, это так ясно не вылезало, но тут ясно, что просто люди в целом общества просто, ну, настолько, ну, скажем так, правительство настолько оторвано от общества, что то, что они, ну, говорят, ну, к сожалению, не слушается, да, и мы должны, как, я думаю, как общество, вот эту ситуацию, да, она очень больная, да, но, я думаю, самое главное, что мы можем сделать, так понять, что вот эти 30 лет мы много делали неправильно, надо, ну, совсем другие основы делать, как мы вообще, как общество двигаемся вперед, это во многих вопросах, там, латышко-говорящие, русскоязычные, это тоже вопрос политики, да, там, мы не знаем, как мы строим бизнес, там, ну, насколько, насколько это все открыто, насколько, какие-то все эти госзаказы, это, мы должны поменять вообще какую-то культуру нашей жизни, как мы вообще работаем, как принимаются решения, да, и закончит эту арганцию, которая идет от правительства, что мы все знаем, мы там, область, ничего не понимает, и мы там принимаем решения, ну, ясно, что, картошко, точно будет очень больно, это ясно, я думаю, что, это же, ну, объективно, если в другом месте можно, ну, жить, и жить более-менее адекватно, и тут, локдаун, это ясно, да, и экономика тоже, то, что меня больше всего волнует, ну, скажем, предприятия, которые что-то производят, они, они там тоже работают, ну, продают какой-то, какой-то товар, там, или какие-то элементы от какого-то товара, там есть эти самые глобальные цепи, не дай бог, там, из этой цепи вылететь, да, и тогда уже кто-то другой зайдет из другого государства, и мы можем, мы можем, ну, потерять, да, так что, мы все в одной лодке, да, и мы только работаем вместе, мы можем чего-то достичь, но это показывает Дания, да, ну, это опять тот же вопрос о той же вакцинации и тому подобное, много лет строилось это общество, где, ну, идет доверчивость, где государство, я извиняюсь, не ворует, там нет этих сил, и люди, и люди просто доверяют, и вот в такой ситуации кризиса, если уже правительство говорят, что надо делать так-то, так-то, люди просто доверяют, они не могут, ну, человек не может там каждый там вникнуть в там какие-то там ситуации, тем более медицинские, но тут вопрос о доверии, да, если доверие очень низкое, да, вот такая реакция общества. Ну, хорошо, трудно с вами не согласиться, прямо скажем, действительно, вот эта высокомерие, которая культивировалась в течение 30 лет, да, а вы говорите о том, надо менять основы, да, как, каким образом? в любом случае, это вопрос, это вопрос о политике, да, о какой-то, ну, я так надеюсь, на какой-то новой политике, которая, ну, как через год у нас выборы, ну, конечно, сейчас сложно, потому что те политические силы, которые, ну, как бы будут участвовать, там, этот год, никакая новая политическая сила не может, ну, появиться, но я просто, ну, так, айцы, ну, как это, прошу, да, эти политические силы, которые сейчас, ну, в любом случае, есть власти, или которые будут участвовать в выборах, я прошу, чтобы они тоже вовнутри подумали, что это результат всех этих прошлых 30 лет, и мы каждый, как политические партии, как общество, как люди индивидуальные, должны подумать, что так, двигаясь вперед, мы никуда в хорошее место не попадем, да, так что, ну, надо, ну, нормально по-человечески общаться и вместе все решать, выход это только через нового нового типа политику, которая открыта, которая без этого аукспраты, бассараганцы, которые, ну, людям понятно, может, там кто-то говорит, что у нас там люди, там, не знаю, необразованные, сякие такие, ну, мы есть такие, как мы есть, и мы живем в Латвии, страна у нас общая, и мы должны все, и русскоговорящие, латышкоговорящие, и другие, мы должны создавать страну вместе, нет других вариантов. Это показывает эту ситуацию, да, и надо каждому понять настолько, насколько это серьезно, потому что это не только, ну, наша жизнь, это жизнь наших детей и внуков и тому подобное. замечательные слова, подписываюсь под каждым из них, на самом деле, вы описали происходящее наемко и, мне кажется, правильными словами. Огромное спасибо. Игорь Сростовский был в нашем эфире президент торгово-промышленной палаты, удачи, успеха, ну, держитесь. Наш эфир продолжается после... Переде новость тем. Да, потом небольшая рекламная пауза, и специалист по подбору персонала, наш следующий гость, мы попробуем разобраться, как требования вот этих ковид-сертификатов изменят, уже меняют рынок труда. Утро на Болткоме